Дюна 2 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 вы сможете получить 15600 спайса, просто выполняя боевые задачи. На некоторых уровнях, а в частности на первом уровне, на десятом уровне, и поднимаясь немножечко выше на 22 уровне, вы видите бустеры спайса. Что эти бустеры спайса дают? Как только вы получаете эти бустеры, заходите в бой, эти бустеры автоматически включаются, то есть вы не можете их отключить, но вне зависимости от того, вы проиграли или вы выиграли, вы получаете дополнительно еще 500 единиц этого спайса. Таким образом, получается, что с этих бустеров вы получите еще 6500 спайса, и того суммарно, ребят, получается у нас 22100 единиц спайса, а это 22 уровня, которые вы сможете пройти. Дальше без доната вы пройти не сможете, но, ребят, здесь также на 18 уровне, если вернуться немножечко назад, на 8 уровне, есть вот такие вот контейнеры. Из этих контейнеров с определенной долей вероятности вам может выпасть опять-таки тот же самый спайс от 100 единиц и заканчивая тысячью. То есть, если вы прям совсем фартовый, и вам с двух этих контейнеров выпадет по 1000 из каждого, то, соответственно, вы сможете пройти еще на 2 уровня выше. Также стоит отметить, что здесь есть возможность получить от 100 до 5000 голды, что я считаю довольно-таки неплохим. Бустеры, но я, честно говоря, не совсем понимаю, почему сделали редкие, а не положили сюда эпические. Есть вот такой анимированный аватар, внешний вид, который выглядит приблизительно вот так вот. Сейчас посмотрим на примере какого-нибудь танчика, на примере того же самого Мауса. Ну, в целом, выглядит неплохо. Мне, честно говоря, этот песчаный червь чем-то даже нравится. Ну, и что самое классное, здесь опять-таки на того же Мауса можно получить вот такой великолепный внешний вид, одновременно с обвесом. Вся эта штука появляется в начале боя, потом верхняя часть улетает, отцепляясь от вас, ну, и вы продолжаете воевать в своем вот таком великолепном внешнем виде, и плюс маленький дрончик будет летать вокруг вас. Шансы на все самое жирное, как обычно, самые нежирные. Что касается анимированного аватара, то 3%, что касается камуфляжа на песчаного червя, это 10%. Ну, а что касается того же самого спайса, то, как видите, тысячу спайса можно получить с вероятностью 5%, а 100 единиц спайса с вероятностью 60%. Что же касается золота, то 5 косарей голды можно получить с вероятностью всего лишь 0,5%, зато 100 голды с вероятностью 60%. Ну, и что касается нашего великолепного камуфляжа Харвестер на Мауса, то здесь всего лишь 1% вероятности выпадения. Вот такие вот контейнеры есть в той части цепочки, которую вы сможете пройти бесплатно абсолютно, ничего не вкладывая. Ну, и, соответственно, если вы все-таки донатите в игру, то вы сможете купить себе либо фабрику спайса, которая является более дешевой, она позволит вам открыть дополнительных 10 уровней, ну, и, соответственно, добраться до того, что я лично считаю в данном ивенте главной наградой. И награда действительно стоит того, чтобы задонатить, по крайней мере, для коллекционеров уж точно. Плюс к тому, вы получаете доступ к вот этим двум дополнительным задачам, которые я показывал, за которые дополнительно получаете по 200 единиц спайса. Ну, а если ваш кошелек немножечко пошире, то вы можете купить себе хранилище спайса, из которого вы получите 25 дополнительно открытых уровней, и плюс еще 40 бустеров спайса, каждый из которых, как я говорил, дает по 500 спайса, вне зависимости от того, победили вы или проиграли. Таким образом, пройдете дальше, откроете еще несколько контейнеров, ваши шансы получить легендарный внешний вид на Мауса с обвесом одновременно существенно увеличиваются. Ну, и в конце, ребят, контейнер вот этот вы можете забирать чуть ли не до бесконечности. Вот такое вот, как мне кажется, интересное и довольно прикольное по стилистике игровое событие Дюна, часть вторая. Ну, и плюс к тому, я всегда делюсь дополнительной информацией, а информация будет приблизительно следующая. Первое. Я уже выложил на канале обзор на главную награду, а именно на Граунд Танк. Зайдите на это видео, ссылочку я положу вам обязательно в описании, и просмотрев это видео, вы узнаете, каким образом данную машину можно получить себе абсолютно бесплатно. А еще, ребят, если у вас нет денег на то, чтобы задонатить, но вы бы с удовольствием хотели заиметь себе абсолютно бесплатно хранилище спайса, то буквально через полчаса-час на канале выйдет видео, в котором я расскажу вам, как это можно сделать. Для того, чтобы не пропустить данное видео, подпишитесь на канал прямо сейчас и обязательно прожмите на колокольчик, для того, чтобы получить соответствующие уведомления с моего канала. В общем, ребят, не пропускайте мои видео, всегда много интересного, всегда разбор всех новостей. Всем желаю приятного прохождения Дюны 2, всем желаю возможности получить бесплатно себе Граунд Танк, либо легендарный внешний вид, который, кстати, тоже можно получить бесплатно, и об этом тоже будет информация в следующем моем видео. Побежал это видео снимать специально для вас, от вас жду лайк, подписку и обязательно комментарии под данным видосом. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok